А теперь Андрей Черняк, который, надеюсь, прольет свет на название темы. Ой, здесь уже почти все сказано, практически все сказано. Я, собственно, думал о том, как поговорить... Ну, здесь все время звучит. Зачем мне Евангелие? Зачем мне... Хотел подчеркнуть, что в этой фразе, на самом деле, три очень важных слова. И вот в чем их важность, и каким образом тогда этот вопрос обретает особую глубину, мне и хотелось подчеркнуть. Первое слово, зачем? Понимаете, вообще... Ну, вот вокруг нас происходит всегда что-то. Есть какие-то события, есть какие-то природные явления, есть какие-то предметы. И человек так или иначе вот с этим сообщается, да? И, как правило, человек задает, ну, самые вроде бы как насущные вопросы. Что? Кто? Как? Я вот подумал, что на самом деле примерно такие же вопросы, ну, только, может быть, не используя эти слова, внутри себя задает всякое животное. Оно точно так же работает с тем, что вокруг, и точно так же животному важно определить, что это и как это. Вот, что мне теперь делать, допустим, да? Вот. Но, но, есть особый такой вот вопрос, который действительно не тривиален. Это вопрос, а зачем? Это вопрос даже не столько о том, вот, как бы сказать, как бы это использовать. Это вопрос о другом. Вопрос о цели. Вопрос о смысле. Вопрос о том, вот это то, что я, с чем я столкнулся, оно вообще для чего-то, оно вообще имеет какую-то дальнюю цель и имеет отношение вообще к тому, как все мироздание устроено, или это просто вот какой-то, какой-то частный, так сказать, камушек в ботинок попал. Понимаете? И вот этот вот вопрос, зачем, он, он, правда, удивителен. Потом, когда я Библию начал читать, я вдруг обнаружил, что главное отличие первой главы бытия от второй главы бытия именно в том, что вторая глава бытия отвечает на вопрос, зачем. Первая просто описывает, как это все происходит, створение мира. А во второй ставится вопрос о том, зачем это нужно. Вот, и это действительно важнейший вопрос. В своей жизни я столкнулся с этим где-то, ну вот, годочков в 12, когда моя очень старшая сестра, значит, как-то в каком-то таком трепе, она вдруг у меня спросила, а вот как ты думаешь, а вот, а вот есть какой-то смысл во всем этом? Вот зачем это все? И тут я сел на задние лапы и понял, что, а вопрос-то у меня на самом деле внутри давно, давно существует, давным-давно во мне живет, и я не знаю, что с ним делать. Но в самом деле, но в самом деле, как нам, как мне, человеку, жить, если я не понимаю, вот во всем том, что происходит в этом мироздании, оно имеет смысл или нет? Если оно не имеет смысла, то тогда, собственно говоря, зачем жить? Если оно имеет смысл, то какой? Как его найти? Вот. Дальше, в последующей жизни у меня сложилось так, что я тоже вот как дорогой Юра, я вроде как стал физиком. И тоже как вроде как не очень наукой занимался, так получилось, но что-то про нее всегда думал. И, в общем, поскольку я этим занимался, то вопрос о смысле, он куда-то ушел в сторону. Потому что для того, чтобы заниматься вот позитивистской наукой, ну физикой, да, вопрос о смысле не нужен, более того, мешает. Занимаешься тем, как? Занимаешься тем, что? Ну, и вроде как нормально. Вот. И надо сказать, что 28 лет я гнал от себя этот вопрос. Зачем? Потому что невозможно быть материалистом, на самом деле, если нет в тебя хотя бы поисков ответа на этот вопрос «зачем?». То есть невозможно быть нематериалистом. Материалисту невозможно искать этот ответ, потому что этот вопрос, он за пределами материалистической картины мира. Ну зачем оно все существует? Ну не зачем, оно существует и существует. И изучай. Вот оно такое, какое есть, оно и существует. А невозможно внутри, на самом деле, вопрос живет. И вот уже в 28-летнем возрасте я познакомился с отцом Александром. Он мне начал давать какие-то свои книжки. И вот тут я обнаружил, что оп, у меня все стало приходить в норму. Есть, оказывается, такая система мировоззренческая, которая берет за основу то, что смысл в мироздании есть. И это как-то сразу легло на какое-то вот мое внутреннее ожидание. Того, что ну как же иначе, ведь только так и может быть. Не может быть, чтобы не было смысла во всем этом. И вот, оказывается, есть такая позиция, такое мировоззрение. И это не в том дело, мое это мировоззрение или нет. Это вопрос не о том, есть ли смысл в моем существовании. Это вопрос, вообще есть ли смысл в мироздании. И если мы обнаруживаем в себе этот большой-большой вопрос, зачем, значит, мы уже на правильном пути. Значит, уже дальше у нас есть некоторая дорога к тому, чтобы быть по-настоящему человеком. Потому что этим вопросом о смысле задается только человек. И больше никто в творении Божьем. Следующее слово. Мне. Тут уже об этом Юра говорил. Кто я? Кто я? Я бы немножко повернул вот этот вопрос в другую сторону. Не русский я или не русский. Все равно вы все это знаете. Я о другом. Я о другом. Понимаете, кто я в мироздании? Каково мое место? Какова моя роль? Каково мое призвание? Вот что на самом деле в этом мире, чему я должен соответствовать или не должен, а призван? Или чего я на самом деле хочу? Знаете, не раз говорил, что есть разница между, так сказать, словами «хочу» и «хочется». Вот мы обычно следуем за тем, что нам хочется. А нужно бы, чтобы мы в основном следовали за тем, что я действительно хочу. Вот это большое «хочу» внутри. Так вот, кто я? Что такое «мне»? Вот чтобы об этом задуматься. И еще один поворот вопроса. В связи с первым словом «зачем?» Вот если мы обнаруживаем, что есть, по-видимому, есть какой-то огромный смысл для огромного мироздания. А каков смысл тогда для меня? А что я? Где я в этом смысле? Поэтому прилагаем этот вопрос к «мне». Ко мне. «Зачем мне?» Чтобы найти уже личный ответ, личный смысл своего бытия. Вот. И теперь третье слово. В чем дело? Дело в том, что, когда мы просто смотрим на это мироздание, и, собственно говоря, почему у нас проблемы с, так сказать, вычислением, что ли, смысла в этом мироздании, это потому что, видимо, внутри нас все-таки сидит какой-то компас в сторону того, как хорошо, как должно бы быть, что должно быть что-то такое правильное. А все, что мы наблюдаем, оно как-то сильно отличается от того, что можно назвать по-настоящему словом правильно. И вот этот когнитивный диссонанс, он на самом деле очень сильно портит жизнь. Он действительно, на самом деле, нас выдергивает все время в какой-то, в какой-то, ну, хотя, по крайней мере, не знаю, депрессивное состояние. Значит, а кто я, а что я могу сделать, если все равно так плохо? А зачем я живу, если все равно так плохо? А зачем это все, если оно все уйдет в космическую пыль? Понимаете? Вот то, что происходит, то, что все время выбивает нас из представления, интуитивного представления о том, что должно быть хорошо, вот это все выкидывает нас из человеческого, на самом деле, состояния. Мы очень часто из-за потери этого скатываемся на животный уровень, на уровень животного, которое просто живет без представления о смысле и без согласия с тем, что это самый смысл есть или нет. Так вот, и вот тогда появляется, на самом деле, глубочайшая внутренняя необходимость в благой вести. Понимаете, вот что такое Евангелие? Евангелие – это книга, да? Евангелие – это жанр. Существует, например, как вы знаете, Евангелие от Воланда. Это жанр. Это не Евангелие, но это жанр литературный. И таких произведений, которые, так сказать, или сами себя называют, или люди их называют Евангелиями, их очень много. Вот, это как бы литературный жанр. Но уже то, о чем здесь говорилось. Евангелие – это не просто, вот, да, благая весть. Почему она благая? Вот что значит, что она благая? Она придает вот этому самому нашему ощущению смысла, она придает некоторую векторность, что на самом деле добро существует, что оно, что оно есть, к нему есть путь, к нему, как бы сказать, есть мой личный смысл бытия, потому что это бытие можно направить в сторону добра. Добро, благость, красота есть. И не просто где-то есть. Бог, где-то он там есть, да? Благая весть говорит о том, что он здесь, что он среди нас. И вот это, на самом деле, это понимание того, что Евангелие – это то, что нам открывает вот эту высочайшую ступень существования человека уже здесь и сейчас, а не когда-нибудь много потом. Но вот это, на самом деле, главное, может быть, с моей точки зрения, черта Евангелия. И никто в моей жизни, я довольно много читал, никто в моей жизни лучше об этом не говорил, чем отец Александр. В том, что мы сегодня видели, он на самом деле это и говорил. Вот он говорил именно о том, что Евангелие, оно, конечно, текст, но оно не текст. Оно сообщение нам в вести о том, что добро есть, и оно пришло и обитает с нами. И что оно соединяется с нами в самом страшном, в самом жутком, в самом гадком, плохом, что есть в этом мире. Добро туда приходит и побеждает. Это о Христе. И вот это, вот это то, что я воспринял от Него, и то, что сделано действительно Христа центром моей жизни. Все, что я, о чем я пытаюсь думать, все оно так или иначе у меня вытекает из этого факта. Из факта того, что Бог есть, Он благой и Он с нами. Вот, собственно, и все, что я вам хотел по этому поводу сказать. Спасибо вам. Спасибо.